Итак, 2015 год это был самый критический год в нашей жизни, жизни в Сочи, нашей с мужем, когда он буквально чуть не умер от этой астмы. Когда он лежал такой бледный, серый, с провальными глазами, с холодным потом и задыхался, просто он лежал на постели, он уже не мог вставать. Я тогда, ну, моё состояние было близко к отчаянию. Я понимала, что я могу его сейчас потерять, потому что он был больше похож на умирающего человека. У меня было паническое состояние, потому что я понимала, что у нас в наших руках нет ничего на тот момент, чтобы спастись. Я уже больше не могу молчать про эту астму, потому что это слишком серьёзная проблема, и она слишком глубоко зашла в нашу семью и влияла и влияет до сих пор на качество нашей жизни. То, что происходило и то, что происходит сейчас, это потрясает меня. То, насколько мы зависим от той болезни, которая вошла глубоко в нас. И то, как на самом деле мы можем сами, своими действиями, своими правильными действиями влиять на течение этой болезни. Эта история началась давно, в 2000 году. Тогда мой муж, он ещё не был моим мужем, мы даже не знали друг друга в 2000 году. Он попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких, и его благополучно вылечили. Но, выйдя из больницы, он получил побочное явление в виде астмы. Как он тогда думал, что астму он в больнице подхватил? В 2012 году, когда мы с ним познакомились, он мне так и сказал. В 2000 году я подхватил астму. Тогда я не придавала особого значения происхождению заболевания. Подхватил астму или каким-то иным образом приобрёл это заболевание. Для меня это не имело никакого значения. Позже я расскажу об этом. И позже я поняла, что на самом деле знать причину, по которой у тебя случилось то или иное заболевание, это основа твоих дальнейших успешных действий. То есть, если ты знаешь причину, ты понимаешь, как действовать, чтобы убрать эту причину. Но тогда для меня это был вообще тёмный лес. Я просто констатировала факт, что моего мужчины астма, и нам с этим жить, потому что я считала, что астма – это неизлечимое заболевание. С 2000 года мой муж находился на ингаляторе. Он не принимал гормональные. Он носил всё время с собой в кармане баллончик с альбутамолом. И пользовался им довольно часто. Мы жили в Сочи, мы прожили там до 2016, то есть полных 4 года. И всё это время мы видели, что состояние ухудшается. Это с каждым годом было всё более и более плачевное состояние. Наша роковая ошибка состояла в том, что на тот момент, на тот период времени, мы вообще не понимали, что климат Сочи, климат субтропиков – это, в принципе, категорически неподходящий климат для астматиков. К 2015 году эта ситуация с астмой просто достигла своего апогея. Мой муж стал чувствовать себя настолько плохо, что очень часто он просто находился в постели, он просто не мог ходить на работу, он не мог делать вообще какие-то самые банальные вещи, типа там вынести мусор, дойти до магазина, потому что каждый шаг давался ему с трудом, это всё сказывалось на его общем самочувствии, очень печальном, дышать было вообще невыносимо. И однажды у него даже случилось какое-то подобие сердечного приступа, и вплоть до того, что мы вызвали скорую помощь. Когда врач скорой помощи его осмотрел и понял, что Борис – астматик, он спросил, а какие вы ещё принимаете лекарства, кроме ингалятора? Борис ему сказал, что мы больше ничего не принимаем. У врача расширились глаза, волосы встали тыбом. Он сказал, как? Как? Вы что? Да почему не лечите астму? Вам же обязательно нужны гормональные препараты. Срочно к врачу срочно выписывать себе лекарства и лечиться, лечиться, лечиться. Вы же по жизни, астмазик, вы же по жизни должны сидеть на гормональных препаратах. В общем, он нас запугал. Прошу заметить, что в 2015 году я не была доктором натуропатии. Я вообще не имела никакого понятия о какой-то там натуропатии, о каком-то там здоровом образе жизни. Я была самым обычным человеком, традиционно питающимся, традиционно мыслящим, верящим в медицину от всей души. И, конечно же, мы, послушаясь врача скорой помощи, мы последовали его совету, и мы пошли на прием к терапевту. Борису выписали огромный список препаратов, в том числе гормональных. Мы пошли, как послушные в аптеку, приобрели все, что было в этом списке. И как послушные граждане начали это все использовать. И в итоге мы увидели, что состояние стало еще более критическим. Вместо того, чтобы получить хоть какое-то облегчение, хотя бы какую-то надежду на маломальское улучшение состояния, мы увидели, что становится хуже просто катастрофически. Просто с огромной скоростью нарастает вот это ухудшение состояния. И буквально через неделю или через две, сейчас уже точно не помню, вот приема этих препаратов, у мужа снова случился сердечный приступ, мы снова вызывали скорую помощь, и дело закончилось тем, что он просто уже не мог вставать с постели. Он лежал в постели, он обливался холодным потом, и мы не знали, что делать. Мы просто не знали, что делать, потому что видели, что в данном случае медицина нам не помогает. Мы взяли на себя эту смелость, мы приняли такое решение. Сами не знаем почему, чисто интуитивно, но мы отказались от приема всех выписанных препаратов, гормональных и прочее. Мы просто оставили, как прежде, баллончик с альбутамолом, и просто, ну, как-то потихонечку стали выкарабкиваться из этой ситуации. И первое, что мы решили сделать, это просто на какое-то время уехать из Сочи. Мы уехали в среднюю полосу с умеренным климатом, на некоторое время пожили там и увидели, что ситуация изменилась. Приступы уже были не такими частыми, не такими тяжелыми. И ему снова хватало одного баллончика с альбутамола несколько раз в день. И он больше не прибегал к никаким другим лекарствам. Прошло какое-то время. Нужно было снова вернуться в Сочи по делам, по работе. Мы снова вернулись в Сочи, и мы увидели, что ему снова стало хуже. И тогда мы сделали первый вывод, наш первый такой глобальный вывод и глобальное решение, что климат Сочи нам совершенно не подходит. И тогда было принято решение, что мы будем переезжать в другую полосу с умеренным климатом, не с таким влажным, не с таким жарким. И мы стали готовиться к переезду. Пока мы готовились к переезду, я на тот период как раз-таки по счастливой случайности или не случайности узнала о методе очищения организма по системе Марвы Аганян. Я стала его изучать. Это был уже 2016 год. Я попробовала это на себе. И если вы на моем YouTube канале, то найдите плейлист, который называется «Мой здоровый образ жизни». Если вам интересна система очищения у Аганян, то я ее описала в своем исполнении, как это у меня было пошагово в 2016 году первый раз. Описала ее с первого дня и до последнего. Это было 21 день условного голодания. И это было еще месяц или даже больше, наверное, пара месяцев выхода, староедного выхода из условного голодания. Это очень интересная эпопея. И очень много людей последовали за мной тогда и брали мой дневник, этот видеодневник, брали на вооружение и использовали мою практику, мой опыт в своих интересах. Я тогда была еще совершенно неопытным человеком, и этот опыт был как положительный, так и отрицательный. Но я честно, совершенно честно обо всем рассказывала в своем видеодневнике. И до сих пор я получаю от людей признание, что им здорово тогда помог мой дневник, именно в решении этих проблем, этих косяков и этих неприятных состояний, которые у них случались во время их практики условного голодания. В 2016 году, после того, как я сама прошла практику очищения по огоням, мы применили этот же метод к Борису. Он прошел также 21 день условного голодания. Это был просто шок, то, что мы получили потрясающее изменение его состояния. Так заметно вот это состояние до входа в условное голодание и то, что он начал испытывать примерно со второй недели и далее на выходе. Это было два очень разных состояния. Из сугубо больного человека он превратился в такого практически здорового. В то время, как он проходил сам курс очищения и находился на сарлическом выходе, где-то примерно месяц после 21-дневного условного голодания, он практически не пользовался своим баллончиком с альбутамолом. Это просто был совершенно другой человек. У него порозовело лицо, в то время как в обычное время у него было серое, такое землистое лицо, круги, темные круги под глазами. Теперь же он оживился, он стал румяным, стал сильным, выносливым. Он делал такие вещи, которые он даже не мог делать в своем обычном состоянии. То есть он переносил такие тяжелые вещи, что сам потом удивлялся. А как я мог это поднять, говорил он. Это происходило именно благодаря тому, что очень много токсинов и шлагов, конечно, тоже выходило из его организма. на тот период очищения. И вот эта элиминация, то есть выход токсинов и шлагов из организма, оно как раз и дало вот этот всплеск энергии и очень большое облегчение его состояния. И вот теперь, когда мы узнали, что на самом деле астма – это не то, что можно подхватить, это не то, что приходит откуда-то извне, это не какое-то заразное или инфекционное заболевание. Благодаря изучению системы Марва-Агонян и благодаря изучению естественного питания, я поняла, что астма – это чисто внутреннее состояние человека, которое характеризуется тем, что дыхательные пути человека, в частности бронхи, просто забиты, они нашпигованы слизью, мокротой и гноем, которые находятся в профлёночной системе длительное время. И из-за того, что человек питается неправильным образом и вообще понятия не имеет о том, чтобы очищаться, вот эта вот вся слизь и мокрота, она затвердевает, становится очень густой, настолько густой, что она плотно закупоривает бронхиальную систему. Человеку становится очень трудно дышать, ему просто не хватает кислорода, из-за того, что его бронхолёгочная система забита вот этими твёрдыми отходами. И в то же время, поскольку эти отходы, вот эта мокрота, эта слизь затвердевшая, она является токсичной по своей природе, то организм её всё время хочет исторгнуть. Он отторгает её через дыхательную систему, пытается вытолкнуть. По мере того, как происходят вот эти попытки выталкивания гноя и мокроты, рецепторы возбуждаются и приходят в состояние спазма. Поэтому человек начинает испытывать удушье. Вот в этом состоит природа бронхиальных астматических спазмов. Это всего лишь попытка организма вытолкнуть, избавиться от токсичной слизи. Но эти попытки даются с большим трудом, и они не приводят к успеху, потому что просто так вытолкнуть вот это содержимое твёрдое, затвердевшее и густое, и токсичное, ему просто невозможно. Невозможно это сделать. Поэтому и считается, что астма – это неизлечимое заболевание, просто потому что очень трудно вытолкнуть это содержимое. И если представить ситуацию гипотетически, что наступили какие-то условия, при которых человеку удалось вот это из себя извергнуть, вот это содержимое, то именно в такой ситуации человек может получить то самое долгожданное излечение от бронхиальной астмы, которого он так тщательно пытается добиться с помощью лекарств. Лекарства не могут сделать так, чтобы эта мокрота была вывезена из организма. Они могут только гасить какой-то воспалительный процесс, но причина остаётся в человеке глубоко в его недрах, в его бронхолёгочной системе. И обычные люди, традиционные, люди с традиционным мышлением, они просто не приходят к этому выводу, что с этим нужно что-то делать, вот с этим содержимым. А мы поняли, что с этим нужно и можно что-то делать. И первое условие, которое как раз и отвечает на вопрос, что делать вот с этим содержимым, это как раз изменение питания. Вот почему я стала таким ярым пропагандистом естественного питания. Мы сами стали очень тщательно менять своё питание, чтобы максимально приблизить его к естественному. Я стала говорить всё время об этом на своих площадках, и на Ютубе, и ВКонтакте, и на других площадках, везде, где было можно. Я всё время говорила, и говорила, и продолжаю говорить о естественном питании. Я стала писать книги о естественном питании. Я стала создавать курсы, марафоны, тренинги по естественному питанию и включала туда и элементы очищения организма. И ради этого, ради того, чтобы всё это освоить в полном объёме и иметь право доносить эту информацию до людей, именно ради этого я получила второе образование. Я закончила институт, институт натуропатии, получила диплом доктора натуропатии. И теперь у меня есть, ну, в общем-то, все составляющие. Есть опыт, есть диплом, есть своя собственная личная практика. И вот теперь у меня есть свой такой, можно сказать, подопытный человек близкий, да, который своим жизненным опытом доказывает всю правоту и всю эффективность тех мер и действий, к которым я всё время призываю людей. То есть это переход на естественное питание, и это очищение организма, которое нужно изучать, к которому нужно всегда стремиться и которое, конечно же, нужно практиковать, то есть внедрять в свою жизнь на постоянной основе. Это очень большая тема, как питание, так и очищение. И поэтому в рамках этого видео я, конечно, не буду об этом говорить много. Сейчас и сегодня задача другая. Рассказать вам, как же мы всё-таки спаслись практически от смерти, да, от критического состояния, и как мы вышли сейчас на новое открытие, которое подарило нам надежду. И сейчас мы находимся в таком очень светлом периоде с большими надеждами на окончательное расставание с этим заболеванием. Благодарю Бога, что наступил 2016 год, и чудесным образом в нашу жизнь пришла методика Аганян, и пришло естественное питание. И в 2016 году, когда мы всё это освоили и получили такие уже видимые результаты, мы как раз-таки и переехали в другую местность. Мы уехали из Сочи. И вот тогда начался следующий этап, в котором мы получили большую надежду. Мы получили надежду, что всё будет лучше и лучше, и лучше, и с каждым годом всё лучше. Потому что новый климат по нормам повлиял на здоровье Бориса. Он стал более здоровым человеком, и это было очень заметно, потому что повысилась его трудоспособность, повысился уровень его энергии. В общем, мы жили год за годом в нашей новой местности. Мы продолжали заниматься оттачиванием и коррекцией своего питания. Мы регулярно проводили курсы очищения. Но проходил год за годом. Прошло 6 лет. Но мы за эти 6 лет добились того, что состояние стало стабильным. Но оно не улучшилось настолько, насколько бы нам хотелось. А хотелось нам, конечно же, прежде всего, чтобы жить без сальбутамола. Но вот сейчас, когда я пишу это видео, 2022 год, до недавнего времени он всё ещё находился на сальбутамоле. При том, что я сама доктор натуропатии, и то, что я учу людей, как оздоравливаться природными средствами, мне, конечно же, было сильно, очень сильно не по себе все эти годы, потому что получается, что я сапожник без сапог. Я учу людей уходить от лекарств, но мой собственный муж до сих пор не может расстаться с этим лекарством. И только теперь, вот сейчас, когда я пишу это видео, я могу наконец-таки рассказать о нашем недавнем открытии, которое мы сделали буквально неделю назад. Это то событие, которое, как я сейчас верю на 100%, станет началом нового этапа нашей жизни, нового этапа, когда мы полностью расправимся с этим заболеванием. И сейчас я должна рассказать, что это за открытие. Дело в том, что год назад я начала заниматься эфирными маслами. И этот стеллаж, который сейчас за мной, он полностью заполнен маслами, он не входит весь в камеру, в кадр, но он гораздо больше и масел намного больше, чем это видно за моей спиной. Это эфирные масла Дотера, которые мы стали применять с мужем в самых разных сферах своей жизни. И работая с вирусными инфекциями, и с суставными болями, и просто банально там в быту, используя при различных травмах, при порезах, при ушибах, при головной боли, и при повышении давления, и очень много разных ситуаций, при которых мы используем эфирные масла. И это не только мы, но и мои клиенты, мои подопечные сейчас на разных курсах, марафонах и в индивидуальном сопровождении тоже используют эфирные масла. И это, как я называю их, подушка безопасности. Это инструмент номер один, который можно использовать вместо обычных лекарств. С тех пор, как эфирные масла вошли в нашу жизнь, мы с Борисом стали проводить ему специальное лечение, противоастматическое, которое называется дыхательный протокол. Мы начали делать этот массаж, массаж по дыхательному протоколу с помощью эфирных масел. Это особая техника, когда масла наносятся определенные последовательности на позвоночник, на стопы, вдыхаются. Мы стали делать эту процедуру, и мы заметили, что стало лучше отходить мокрота. Это было первым сигналом, который я получила, как очень яркий намек на то, что мы можем рассчитывать на эфирные масла в плане избавления от астмы. Постоянные в этой занятости бывали такие периоды, когда мы просто забывали это делать. То есть проходил период, и потом мы вспоминали, ой, мы же забыли, что нужно делать дыхательный протокол, и вот мы то делали, то не делали. В общем, были не очень послушными исполнителями этой программы. И надо сказать, что все это время, пока я занимаюсь эфирными маслами, Борис по-прежнему продолжал использовать сальбутамол, но уже несколько реже. То есть бывали дни, когда он использовал его один раз, бывали дни, когда он просто даже забывал про него, и мы это тоже относили к тому, что сейчас мы проходим такую интенсивную терапию эфирными маслами. Это был не только массаж по дыхательному протоколу, но мы еще и постоянно принимаем эфирные масла внутрь. Это и клеточный комплекс, это и для ощелачивания организма. В общем, это самые разные масла, которые можно принимать внутрь, потому что они терапевтического класса. И только неделю назад пришло новое озарение в нашу жизнь, и именно это стало для меня такой сенсацией, просто шоком. И это связано с тем, что вот уже неделю Борис живет без сальбутамола. Я сейчас говорю эти слова, и я сама не верю, что это возможно. В то время, как человек 22 года просто жил на этом ингаляторе, и ни одного дня практически не проходило без ингалятора, вот сейчас я говорю эту фразу, что Борис уже неделю живет без ингалятора, без сальбутамола. У меня до сих пор мурашки по этому поводу, потому что это кажется нереальным. Но однако это произошло, и произошло это благодаря тому, что мы стали вместо ингалятора использовать эфирную смесь Бриз. Это произошло, наверное, случайно или не случайно, но дело в том, что я изучала недавно курс, курс по эфирным маслам, который нам, партнерам Дотера, компания предоставила в бесплатное пользование. И на одном из мастер-классов я увидела, как женщина показывает, как она пользуется этой эфирной смесью. Она капала эфирную смесь на ладонь, потом ее стирала, делала вторую ладонь с буковкой О и подносила ко рту. И делала такие вдыхательные движения, вот прямо точь-в-точь, как это делают с ингалятором. Но она делала это с эфирным маслом. Я посмотрела на это движение и пошла, показала Борису, сказала, слушай, что мы теряем? Мы ничего не теряем. Попробуй. А вдруг тебе это поможет? Он начал это делать и прошел день. Я как-то не особенно не обращала внимания на него. Я просто спрашивала, ты пользуешься Бризом? Ты делаешь это? Он говорил, да, я делаю. Прошел день, прошел второй. И я по-прежнему его ничего не спрашивала. Я просто видела, что он пользуется. И на третий день он мне сказал. Знаете, он так подошел ко мне так осторожно, с таким таинственным, загадочным лицом и сказал, слушай, а ты знаешь, я ведь уже третий день не пользуюсь ингалятором. В этот момент у меня просто глаза чуть не вырезали на лоб. Я спросила, ты что, серьезно? А почему ты молчишь? Ты почему мне ничего не рассказываешь? Это же сенсация. Ты понимаешь, что это сенсация? А он говорит, я сам не верю. Я сам не могу поверить, что я третий день живу без ингалятора. И он показал мне, как он пользуется этим Бризом. Он усовершенствовал. То есть он сначала пользовался вот этой системой, системой буковки О, вот так. Но потом он придумал свою систему. Он просто открывал флакон, брал флакон в руку и подносил его вот так трубочкой к рту и делал глубокие вдохи прямо из флакона. И произошло чудо. Спазмы, которые рождались внутри него, вот эти бронхиальные астматические спазмы, они снимались только при помощи этой эфирной смеси, эфирной смеси Бриз. Бриз. Сейчас идет вторая неделя. Вторая неделя применения эфирной смеси Бриз без применения ингалятора. Когда я убедилась, что это работает, что мы действительно уже вторую неделю живем без ингалятора, я решила, что именно сейчас настал тот момент, когда нужно активно применить дыхательный протокол и массаж позвоночника с эфирными маслами. И настал момент, когда мы должны сделать все, чтобы помочь вот этой слизи, этой мокроте, которая накопилась, помочь ей разжижиться и начать выходить через дыхательные пути. И именно сейчас мы снова подключили дыхательный протокол. И именно сейчас мы делаем все, чтобы разжижить мокроту. Что нужно для того, чтобы мокрота разжижалась? Во-первых, нужно обильное питье, но не просто питье, это должно быть ощелачивающее питье. Очень хорошо ощелачивают цитрусовые соки, поэтому мы сейчас активно пьем соки гриппфрута, апельсина. Очень хорошо помогает эфирное масло лимона. Мы добавляем его прямо в сок. Очень хорошо помогает сырая растительная пища. И пользуясь тем, что сейчас пока еще не началась глубокая осень, мы едим много фруктов и овощей, те, которые есть в доступе. Мы стараемся свести к минимуму употребление мяса и вареной еды. Мы оставляем в питании легкий животный, белок, такой, как рыба, яйца. Но все-таки большое внимание мы уделяем сырой растительной пище и именно сокам и фруктам, которые как раз способствуют тому, что макрото разжижается. И еще очень большое большое внимание нужно сейчас в этот период уделять жирам и особенно животным жирам, потому что именно сливочное масло, возможно, даже сало и возможно сметана и какие-то другие животные жиры, хорошие жиры такого несомнительного производства, а именно качественные, настоящие животные жиры, именно они способствуют выработке сурфактанта. Сурфактант это та жидкость, которая высылает изнутри бронхолегочной альвеолы и они не слипаются, они нормально функционируют. То есть жиры это то, что помогает дыхательной системе работать эффективно на 100%, и это сейчас составляет основу нашего питания. Я верю, сейчас, сегодня я наполнилась новой надеждой на то, что мы все-таки вылечим эту астму, мы вырвем изнутри вот это болото слизи и мокроты, которое там до сих пор существует. И мы делаем это без применения лекарств. И это самое главное такое торжественное наверное открытие в нашей жизни, что мы действительно можем побороть эту болезнь без лекарств и без каких-то тяжелых последствий. одно я знаю совершенно точно, что выздоровление от астмы не проходит без кризиса. Кризис обязательно должен быть и будет он заключаться скорее всего в том, что вот это содержимое оно должно каким-то образом исторгнуться. вот это чистилище своеобразное оно не может пройти комфортно, безболезненно или как-то мягко, незаметно. Оно обязательно будет проходить через кризис. Во времена Советского Союза был какой-то санаторий, где людей как раз лечили от астмы именно естественными методами, не лекарствами. Это было дыхание бутейка, это были контрастные процедуры из бани в холодный бассейн. И потом после этих контрастных процедур людей заставляли бегать бегом вокруг бассейна. И это все происходило многократно. И в результате вот таких контрастных процедур у людей начинались такие пластические мышечные сокращения, в результате которых начинали работать активно бронхи и мокрота из них просто выходила через кашель и рвоту. И это были действительно такие мучения. Люди буквально падали на колени и их рвало вот этой мокроты. Но после этого они получали оздоровительный эффект. Поэтому мы находимся сейчас и в ожидании кризиса одновременно и в ожидании избавления от этого заболевания также. Но у нас нет страха. Потому что мы четко понимаем сейчас причину, понимаем нашу стратегию, наши тактические действия, знаем какие инструменты для этого использовать. И мы действуем. И мы действуем и я знаю что мы победим. Конечно я буду еще рассказывать и делиться о нашей борьбе с астмой в своих дальнейших видео. И если среди вас, среди зрителей сейчас есть те, кто также страдает этим заболеванием и те, кто хочет действительно от его избавиться по-настоящему на уровне причины без лекарств с помощью естественных методов. Напишите мне мой контакт указан внизу в описании под этим видео и я помогу вам получить всю необходимую информацию которая нужна для борьбы с этим заболеванием с бронхиальной астмой. Благодарю вас за внимание и за то, что вы проявили интерес к нашей истории холм и твои сп в и Субтитры подогнал «Симон»